Ох, царская, забыл сказать. Смотри, ну, что-то еще, нафиг, 43-й год. Прикиньте, походу, носилки. Та, смотри, там ремень. Юра, не тяни. Я не тяну. Ну что, никуда она сваливает? Причем, это от немецкого, по-моему, танка. Тут же про раскраски. Поехали! Так, достаю. Навань. Смотри, какая там касочка. Геннадий, готовьтесь принимать. С ног. Аккуратно. Стой, стой, не трогай. Сейчас Миша займется. Там котел. Там не только котел, там еще и останки. Останки? Да, по-моему. Ты кто-то, наверное, выкопал и оставил? Нет. Подожди, не принято. Стой, стой, стой. Ты, Миш, возьми ты рукой. Не могу пока. Тебе придерживаю, Геннадий. И вот сюда положу. Так, аккуратно. Спасибо вас. Не знаю, мне кажется, кто-то его находил, когда-то и оставил. Времянкой, нет? А почему там рука? Она хоть это... Сейчас, наливаем. В котелке рука, получается. Сейчас, сейчас. Сейчас, Миша. Смотрите, быстренько перебери вот этот грунт. Тоже зимний, да? Когда-то был. Белокрас. Часть белокраски слетела, часть осталась. Да я вообще был в шоке. Тоже короткий котелок. Да. Ломаная. Очень тщательно. Перебирай. Рю. Сейчас. Помой, да? Попадание. Попадка. Подписи не вижу. Ранее. Это что такое? Главное. На бок, на бок, не могу пока, вес, или что-то налипшее, похоже. Товарищи китайцы прислали нам на обзор телефончик. Канал у нас крупный, поэтому бывают такие предложения, не всегда мы их принимаем, но телефон реально понадобился, потому что мой уже почти не работает из-за болот. Частенько я его погружаю. Представляю такой телефончик фирмы знаменитой AERMO, делают защищенные телефоны, дизайн в Германии, что-то такое там. Ну и вроде хорошие отзывы, поэтому я согласился. Процессор там более-менее мощный, памяти 64, внутренние оперативки 6, быстрая зарядка, беспроводная зарядка и так далее. Водонепроницаемый, удар защищенный, что мы с вами и проверим. Превратим же его в лидышку. Товарищ, ты что плавать собрался? Надо плавать, надо вот так вот. Здесь хватит, будет красивая лидышка. И потом его освободим из плена. Затвор закрыт получается? Ага. Видишь, белая рисовка даже на прицеле осталась. Сколько уже веточек вытаскивал, до сих пор не могу найти ни одной кусочки. С ведром на ту сторону, кстати. Реактивный снаряд немецкий. С надписями, здесь надо пались. Сейчас, малью. Так, теперь шаг. Смотри, еще надо помнить, 43-й год. Возьми. Все, да? Ага. Красота. Юра, не тяни. Я не тянул. Я уже думал, куда он сваливает. Причем это от немецкого, по-моему, танка. По-моему, тоже. Судя по раскраске. Это стоило усилие. Смотри, Миша, тут закрывашка. Целый люк. Да, ребята, это люк от танка. От немецкого, скорее всего, судя по раскрасу. Где-то такие закрывашки. Мощные. Толщина, наверное, сантиметров 3, наверное. Я бы сказал, 25-30. Петли, это петли жестокие. Как мы это понесем, непонятно. Харько. Санки есть? Двойку пока вижу, если что-то поговорить о четкости. В общем, прошли часы ожидания, но погода сегодня хуже минус 5 где-то. А телефон, видимо, излучает все-таки тепло при своей работе. Пока проверим, ловит ли он. Работает? Что же в этой квадратной лунке? О, Миша. Аккуратней. Снимай без верха. Кто-то уже раз за то самое. Перемь. Не надо. Поднимайся. Вверх. Кто-то, видимо, уничтожал. Может, разбирал. Опачки. Шок-контент. Ничего себе. Опачки. Использованный огнетушитель. Он уже использованный. Видишь, ручка-то поднята. Винтель открыт. Да. Причем он прямо с куском от машины. Да, да. А вот интересно, каких он годов? Да я не думаю, что он старый. Я думаю, ему лет 10. 19, да? Да я думаю, лет 10 может. Кусок люка, что ли? Да, смотри. Люк. Ну-ка, уберите. Моги. Надо помыть. Красота там сзади. Там даже что-то белым покрасили. Опять кусок танка. На этот раз кусок люка. Походу. Здесь надо губочка. Где губка? Губочка в ведерке. А это краска. Краска, да? Это беленькая. По-моему, краска, да. Смотри. Вот это пекля или что-то. Сейчас будет пиварня. Парни, а почему в тем мере люки кругли? Почему кругли? Вон там был квадратный. Да ладно. Тоже от Т3? Не знаю. По-моему, это нижняя с 3 четверки. О, ТМИ. Только целая на этот раз. Подожди. Смотри, какая красивая. 42. ТМИ 42. 11, 12, 42. Практически. 11 декабря срок. Изготовление. Советская краска. Довольно-таки бодренькая, да? Красивая. Что это такое? Вот это? Под шлеменько? Да, да, да. Кань какая-то, видишь? Сейчас полосну. Как новенький бачок. В плюм. В плюм. От ремешка. От ремешка. Тут же рядом с каской у нас винтовка Мосина. Появляется. Естественно, в родном дереве. И с затвором. Подожди, я же не должен был это говорить. Теперь меня раскусят. Ох. Царская, забыл сказать. Смотри. Штык не царский. Штык не царский. Мушка-то царская. Да. Ох. Ранее винтовка Мосина. С планкой коновала. Ага. Довольно-таки неплохая. На, почти сейчас. На рост-то хорошая. Мне приклад нравится. Мне приклад нравится больше. У него другая совсем фактура, и там все стороны клеймо прямо на дереве есть. Ну, старая. Приверни, я клеймо посмотрю. Это бук. Вильтовка в воронение. Ижевская, да? Угу. Ранние советы? Нет, не ранние. А, ну, как? Я его слепил из того, что было. Ну да, все вместе слепили. Климо. Сейчас, секунду. Да, тут все непонятно. Такое ощущение, что написано СА. Говорят ли, финны тут замешались. У меня такое ощущение, что на прикладине царапана надпись. СА. Да, противотанковая ТМИ-42 в идеальном состоянии. СА. Только нет верхней крышки. Смотрите на петли. Все нулячие. Пластырем закрыто отверстие под боковой детонатор. О, минометка. Я так думал. Блин, два хвоста. Он, наверное, красотка. О, это прыгающий немецкий. Да, он, кстати, будет сейчас его помыть, покажу. Ребята, эта минометка прилетала, втыкалась в землю, отпрыгивала вверх, взрывалась на высоте человеческого роста, грубо говоря. Может чуть выше. И своими осколками поражала. Интересная мина. Останец. Вот такой макет, смотрите. Видите, в родной краске немецкий снаряд. Отказной. 7 августа 1943 года. Да, тут изготовление свеженький. Красота. Советский шлем, кстати, такой. Да. Надо брать. Сейчас. Сполосну. Красивенький. Сейчас проверим, что там дальше. А, пряжечку отнял. Тоже пробитие, да? Да, пулевая. Красивый. Деревянная мина была со взрывателем типа мув. Естественно, деревяшка, фанера совсем расклеилась. Остался один мув. И кусочек мыла. Немецкий дымовой снаряд. 100-миллиметровый. Болото защитило его от коррозии. Там дата какая? А, там срок годности? А, нет. Это дата. 42-й год. Сентябрь 42-го года. Ну, может, приемка? Ну, да. Дымовой. НБ. Здесь, честно, есть. Здесь тоже НБ, чтобы не перепутали. А, здесь что? Пробка, куда заливалась эта дрянь, которая дымовая, там жидкая. На метр, а этот не выбежал. граната f1 родной краски чудесно полтора метра вряд ли там одна я думаю вообще не на нее как очередная давку мосина затвором по-любому как обычно ну конечно больше достал чем я товарищи дешевле Противогазный фильтр с крышкой, крышка была накручена. Это противогаз. Граната РГ-42 тоже затесалась, Ф-1. Уже готовый макет, вылилась оттуда. Причем красивый такой на самом деле. Был красивый. Нет, не пострадал от этого действия. Смотрите, что за находка деревяшечка. Это же винтовочка. Миша взял ее и отломал. Миша за нее потянул. О, господи, что у нее со стволом? Видимо, как раз ее выкинули и у него кусок ствола улетел. Да, у нее просто нет куска ствола. И тоже веревочка, точнее провод. Мне кажется, это после войны кто-то забавлялся. Может быть. Проволока с двух сторон просто. Чему покрасили? Не знаю. Это реально краска. Может не помогло ему сохраниться. Ага. Видная лопата. Наборы с бойцами должны быть. У бойцов нет пока. Очень странно. Кстати, а лопата не плохая? Да, надо брать. У ей. Подгорешек немного. Да, вроде высохло нормально получилось. Крюша, к сожалению. Очередная саперная лопатка. Что-то с ней подсогнута. Может специально ее согнул. А? Боец. Немножко ее подсогнул. Нет, это не я. Не понятно не ты. Редкая. Ну, была в чехле. Ну, была в чехле. Очередной противогаз. В довольно неплохом состоянии. У нее даже смотри. Остальные части. Да, слушай. Должно тебя сканится. Еще что-то достает. Вот этот надо брать. У нее от РГ-42. Угу. Тоже, по-моему, в неплохом состоянии. По-моему. Пробочка подвыкручена. Вот и фильтр. Аккуратней, если он может быть хороший. Не думаю. Если честно, что он хороший. Ну да. Ну да. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно вытаскивай. Стой. Стой, стой, стой. Диагональ. Надо диагональ. Вот так. Смотри. Носилки. Смотри. Ручки. Попробуй возьми с этой стороны. Он ножки даже не пьет. Угу. 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 Пластинка попалась. Диск от Примета Дегтярева. Угу. Угу. Но это не хватало? Нет. Угу. Болтик, конечно? По-моему да. Да, нет болтика. Но при этом он закрыт. Угу. Угу. Видишь там патрон этого нету. Разобрал. Ах. А вот и сам ящик. Он будет в отличном состоянии, потому что ты его открыл походу Потому что воздух оттуда пошел Да, может быть Да-да-да, переверни его немножко, переверни, чтобы у тебя гыча не текла туда Это Максимовский Точно, Максимовский Значит, не переворачивай Вот, а ты переверни, переверни Но он открылся, походу, у тебя там Потряхиваешь? Давай где-нибудь вот здесь Пользовался, попадает Давно мы их не видели, последнее время, да? Да Как порохом запахло Смотри, они взрываются, конечно О, да Но они только что из-под воды С большой глубины Конечно, они взрываются А? Зачем взрываются Давление внутри Там же, ты думаешь, глубина 2 метра Там, думаешь, давление внутри? Ну, одни нет Ладно, хватит баланс В общем, целый день провалялся Пол замерзся, какая погода не очень Посмотрим, можно ли на него еще позвонить Да? Ну, звонит Все норм Ладно, сейчас Настюкаю На, теперь постучай Чего у него железно? Не знаю, скорее всего, Михаил будет в итоге с ним ходить Потому что у меня телефон умирает быстро У меня еще пока живет А ему как раз ныряется таким Фирма Айрмо Ссылку я, естественно, оставлю в описании Не зря же мне его китайцы прислали, чтобы я вам показал Так что, кому интересно, гляньте потом В описании Нет, плохо На, брох, костер Костер, можно и в костер кинуть Не долбанет, нет? Чего? Кто знает? Не надо Не надо, а то еще не долбанет Блин, а что телефон-то ромает Еще пришлют Что? Телефон-то рабочий Ну, конечно, рабочий А что вы выкидываете-то? Сказали его убить Мы его убиваем Пусть он тут на морозе лежит еще Миша сказал, это телефон не убить И Миша сказал, значит, надо его убить Давай молотком по нему ударим? Давай Отключи его Вот он У меня сердце раздывается Давай я Смотри, ты-то понятно А? Чай горячий Не подсушится Да не-не-не, пусть догорает Да ты что? Уже все, хорош Ничего не нужен Газа беспокоится Так что телефон выжил, не умер Удары Кит-ки переносят Это, конечно, молотком Я думаю, без проблем разбить можно Он замерзнет Я не знаю, зачем мне надо брать такой мороз Он вряд ли замерзнет А зачем? У тебя хочется такой мороз пить холодный? Я бы попил Но Но Что но? Прикольно, наверное, сидеть в проруби И еще в себя вливать холод Бывает Но снаружи мало А что еще там взяли? А что еще там взяли?